Вы все успели выучить на прошлом уроке? Да. Да? Вы молодцы, вы хорошо работали. Хорошо садись. Значит, мы с вами проверим, как мы выполним материал прошлого урока. Чтобы это проверить, давайте мы с вами разделимся на несколько групп. И как мы будем с вами сегодня работать. Первая группа. У нас работает протест. Там лело-помогение. Раздай желал протест. Всем детям вашего ряда. Надо в оборудование, раздай на эту сторону. Так, ребят, вы выполняете задание в тестах, вы подписываете фамилию, имя наверху этого листочка, выполняете задание, включаете правильный ответ рядом с вопросом, который у вас на листочке. Вторая группа. Мы с вами будем работать с места. И из первого ряда я хочу, чтобы у меня два человека были в доске. То по желанию, что мы должны с вами сделать. У нас есть на доске часть насекомого. Выходя в бумаги-залема, вы заберете насекомых. Вот смотрите. По частям насекомых вы собираете насекомые, хопка и рака. У вас есть все части, и собирается на доске, пока мы работаем с вами. Так, и давайте-ка. А вы смотрите все на меня. Вы на меня все смотрите. И мы начинаем. Смотрите. Вопрос и короткий ответ. Мы должны составить с вами связанный рассказ. Села насекомого в каких частях состоит? Отлично. Что находится на голове? Еще что на голове находится? Молодец. Зачем нужны глаза насекому? Так, это будет следовательно орган чего? Орган. Орган, как нужно сказать? Орган чувств. Орган? Есть и глаза. Зрение. Молодец. Что еще у вас есть на голове? На голове есть две пары. И зачем они нужны? Они, это органы. Правильно, органы на связание. Что находится на груди? Одна пара. А три пары. Три пары, конечно. А на брюшке что находится? На брюшке? Да. А ходильные ноги есть? Есть? Есть. А Ася есть на брюшке ходильные ноги? У насекомых? Да, на брюшке. Ходи же может помочь. Что находится на брюшке? Дыхальца. Дыхальца есть. Так, у меня сам исправился. Зачем именно дыхальца? Потому что находится на брюшке. Так, отлично. Что находится на спидной стороне? Брюшка. Открылья. Для чего нужны крылья насекомых? Для насекомых. Соответственно, я понимаю. Сколько пар крыльев может быть у насекомых? Можем. Одна, две пары могут быть? Могут быть. Да, вторая пара для насекомых. Отлично. А могут быть насекомые без крыльев? Можешь назвать, как они называются? Если их нет крыльев. Перевечно без крыльев. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова большинство. Продолжение следует...